МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Я периодически хожу на речку, там, порыбачить или сделать вид, чтобы порыбачить. Но тут вообще пройти невозможно было. То есть такой дымина, запах, вони. Запах горящего пластика, грязь и антисанитария, кто устроил стихийную свалку на берегах живописного озера. Сочетание сразу нескольких серьезных патологий. В сердце закупоренный сосуд и шемия, а в почках аневризма. Без боли мужчина не мог пройти нескольких метров. Когда стандартные приемы медицины просто не работают. Подробности операции, которую новосибирские врачи провели первыми в стране. В этом обучающем центре будут работать специалисты от индустрии, которые будут заниматься разработкой самых современных программ и алгоритмов для работы тех самых автономных устройств. До чего дошел прогресс? В России часть сотрудников планируют заменить роботами. Стоит ли новосибирцам опасаться за свои рабочие места? Жители микрорайона «Белые росы» пытаются бороться с несанкционированной свалкой своими силами, поскольку обращения в администрацию района ни к чему не приводят. Люди начали выслеживать мусоровозы, фотографировать нарушителей. Насколько такая мера действенна в борьбе за чистые территории? Александр Попов продолжит тему. Жилой комплекс «Белые росы», чистые тротуары, красивые дома и живописное озеро с карасями и толстолобиками. Казалось бы, живи и радуйся. Однако в этом году вместе с горящими торфяниками жители почувствовали запах резины и пластика с находящейся поблизости свалки. Люди много и достаточно времени проводят на свежем воздухе. А когда ты гуляешь, например, с колясками, там молодые мамочки ходят, то не очень приятно, когда с этих свалок весь идет дым. Потому что если ветер оттуда дует, то здесь все у нас заволочено. И гулять по этой же набережной уже не так хорошо и комфортно. Многие заселились только в этом году, и завалы буквально в 300 метрах от дома стали неприятным сюрпризом. И потом жителям стало как бы не по себе. Мы переехали, и тут такая свалка. То есть они стали обследовать территории, то на берега реки стал ходить, там покупаться с детьми. Там тоже мусор. И сюда чем дальше, дальше. И обнаружилось, что площадь мусорной свалки, она настолько велика. Тем более совсем недавно горящую вместе с торфом стихийную свалку три дня тушили спасатели. Опасность, конечно, ликвидировали, но душок остался. Даже сейчас вот мы стоим, чувствуется запах. Мне сказали, что тут торфяники, но они горят под землей. И за счет этого, я думаю, сложно потушить, и это все очень опасно. Я периодически хожу на речку, там, порыбачить или сделать вид, чтобы порыбачить. Но тут вообще пройти невозможно было. То есть такой дымина, запах, вони. То есть мало того, что торф горит, и плюс горит свалка, пластик всякий и так далее. Поэтому душать, конечно, было невозможно. Активисты с верхних этажей теперь стараются дежурить, выслеживая нерадивых водителей. На кого-то уговоры не действуют, и фотомашин, вываливающих мусор, появляется на доске позора в одной из соцгрупп. А у кого-то все-таки просыпается совесть. Очень сильно испугался. И благодаря тому, что у него было специальное устройство, которым он мусор обратно погрузил и уехал. Ну, хоть какая-то доля того, что мы могли сделать, мы сделали. Однако саму проблему это не решит. Стоит появиться одной пластиковой бутылки, и вокруг нее у нас сразу разрастается куча мусора. Поэтому сейчас главная задача у жильцов – уничтожить корень бед саму свалку. Пока обращения в администрацию Кировского района ни к чему не привели. Соответственно, мне пообещали, что будет проведен аукцион, тендер. Сейчас ищут подрядчика, который будет за счет бюджетных средств ввозить, ликвидировать эту свалку. Вот за вчера буквально, к сожалению, специалист отдела благоустройства сообщила, что все это переносится на следующий год. Ну, как бы, возможно, и вообще не переносится. Мы позвонили региональному оператору по вывозу мусора. К нему жители микрорайона пока не обращались. Но нам пообещали, что если те коллективно напишут заявление, то после недолгих официальных процедур свалку ликвидируют, выписав штраф владельцу администрации района. Александр Попов, Алексей Погудин, Новости ОТС. Новосибирская область будет сотрудничать в сфере здравоохранения самой большой провинции Южной Кореи, Кенгидом. Сегодня в региональном правительстве стороны подписали соглашение. Конечно, в меморандум входят основополагающие вещи при взаимодействии стран. Такие, как обмен опытом, непосредственное обучение взаимных сотрудников, посещение медицинских организаций, организация конференций, симпозиумов и вообще общение профессионального сообщества. В провинции Кенгидо несколько медицинских центров мирового уровня. И опыт корейских врачей считается передовым. Так в системе быстрой помощи пациентам по нормативу с момента обращения в скорую на постановку диагноза сбор анализов и направление к узкому специалисту должно пройти не больше 7 часов, а при обращении с травмой, например, переломом – полтора часа. Сегодня специалисты двух стран договорились о сотрудничестве в таких областях медицины, как травматология, офтальмология и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. И в продолжении медицинской темы. Хирурги в Новосибирске спасли мужчину с ишемической болезнью сердца. Работали буквально на ощупь. Ввести контрастное вещество в сосуды, чтобы увидеть их на экране монитора, было невозможно, слишком высок риск для жизни пациента. Рассказывает Екатерина Стывко. Новосибирец Сергей Городков поступил в клинику Мишалкина в очень тяжелом состоянии. Сочетание сразу нескольких серьезных патологий. В сердце закупоренный сосуд – ишемия, а в почках – аневризма. Без боли мужчина не мог пройти нескольких метров даже до конца собственного дома. Задыхался. Ишемия – болезнь практически всех курильщиков, так говорят врачи. У Сергея Городкова стаж большой, дымит с первого класса. Рассказывает, на проблемы с сердцем долго не обращал внимания. Хотел сначала вылечить почки, но ситуация стала критической. Подавило сердце, в смысле здесь я не знал, что там сердце, там или что. Вот, отдышка. Пульс был 120, 130 доходило. Вердикт – ишемическая болезнь сердца. Операция на почках при таком диагнозе может стоить жизни. Кардиохирурги тоже мужчину не обрадовали. Прочистка коронарной артерии и установление стенда классическим способом невозможно. Такие вмешательства проводят с помощью рентгена, а чтобы на снимках видеть каждый сосуд, в организм вводят контрастное вещество. Но больные почки с химией не справятся. Медики решили оперировать без контраста. Готовились мы достаточно тщательно. Значит, были полностью проанализированы все предыдущие данные пациента, вся анатомия, все сосуды. И, соответственно, запустив на параллельном компьютере эти данные обследования, мы в том числе ориентировались на них. Операция малоинвазивная. Через проколы в лучевой и бедренной артериях хирурги добрались до сердца. Признаются, без помощи рентгена сделать это очень непросто. Работа буквально на ощупь. Единственный помощник – аппарат УЗИ. В общей сложности вмешательство заняло три часа. Все это время пациент находился в сознании под местной анестезией. Я даже по времени себе распределил, чем они занимались. Ну, как это? Полчаса подготовка, полтора часа пробивали. Потом приходят, вы как раз мне и сказали, что пробили, сейчас стены поставим, и все. И минут 15 стены все оставили. Это первая подобная операция в истории российской медицины. Даже в мировой практике методика используется крайне редко. Новосибирские врачи сейчас готовят результаты к публикации в ведущих научных изданиях. У пациентов с похожим букетом заболеваний теперь появился шанс на полное выздоровление. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. Новости ОТС. Водный путь опасен. Новосибирские речники сегодня убрали большую часть буев, ограничивающих судовой ход. Караван путейных судов работал на обивке Лыванском районе, в окрестностях юрт Оры и Скалы. А тех, кто выходят на палубу и в снег и в дождь, живут по соседству с пернатым пиратом. Репортаж Анатолия Харитонова. Вниз по течению до устья Тами, где находится северная граница их участка, путейцы шли с пустой баржей. Сгруженные возвращаются в Новосибирск. По дороге убирают буи, ограждающие судовой ход. Подняли уже больше сотни навигационных знаков. Уровень воды низкий. Мели кругом. Навигацию пора закрывать. Осадка метр двадцать у теплохода. И воды на реке метр двадцать. Проходили через перекаты, подпрыгивали. Где-то и садились, выкручивались, работали полным ходом. Поворачивая справа налево штурвал, чтобы как-то потихоньку продвигаться. Таких перекатов было достаточно много. Если теплоход идет по течению, то справа у него будут красные буи, а слева белые. Плавучие знаки выполняют разную функцию. Есть те, что просто ограничивают судовой ход, а есть такие, которые предупреждают капитанов о навигационных опасностях. Вот, например, белый с черным крестом. Если увидите такой на реке, это значит, что сразу за ним какое-либо препятствие или камни. На Аби в окрестностях областного центра все буи металлические. А здесь, в устье Чауса, недалеко от села Скала Колыванского района, кроме железных поплавков, стоят два пластиковых. Их испытывают уже второй сезон. И пока успешно. Они, рассказывают речники, легче, лучше держатся на воде. Новые знаки не надо каждый год красить. Покрытие на солнце не выцветает. Так что старые, тяжелые буи, скорее всего, уйдут в прошлое. Каждый участок примерно полтора дня мы проходим. Это участок, у каждого, у нас обстановочный участок, это 49-50 километров. На каждом участке где-то от 70 до 100 буев стоит. Холодная погода, вот тут, когда националь снимать, было до минус 11 температура. Утром все было застывше, на борже скользко. Ну, выходили, находили положение, вот, работали. Экипаж теплохода «Прилив» на реке уже неделю. Живут по соседству с Пернатым, который любит танцевать под песни группы «Ленинград», играть с серьгами и цепочками. Ну, маму, поцелуй. Нет? А почему? Стесняется. Маму, поцелуй. Хороший. Иди, скорее. Карелла, ожереловый попугай Саша, питомец судового повара Светланы Александровны. Он как цыган со мной, домой, мы вместе с ним с клеткой на такси всегда. Потом из дома на работу, и вот так вместе мы 8 месяцев живем. Пока навигация идет, да? Сегодня Светлана Герасимова вместе с Сашей и командой судна сойдет на берег в Новосибирске. Теплоход отвезет буи в Затон. Там их отремонтируют, покрасят. Оставлять на воде знаки нельзя. Унесет льдинами. По словам капитана, до города караван доберется без проблем. Впереди нет сложных перекатов. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Кардинально изменить имидж педагога, решить кадровую проблему в районных школах и снизить количество бюрократических отчетов. Основные цели федеральной программы «Новая школа». Одним из первых крупных мероприятий в рамках этого партийного проекта «Единая Россия» в нашем регионе станет съезд сельских учителей. Не секрет, что в районах области, в небольших поселках, один учитель преподает сразу несколько предметов. Какие знания получает в итоге выпускник? Об этом и пойдет речь на предстоящем форуме. Имидж педагога, меры его поддержки. Не только материальные, а методические меры поддержки, информационные меры поддержки. Это важно. Второй момент. Это, собственно, очень коллерируется с самим партийным проектом «Новая школа». Интернет-ресурсы, умение и владение ими на селе и, собственно, оснащение этими ресурсами на селе. Я думаю, что когда мы будем собирать информацию, анализировать ее, то вопросов на селе будет значительно больше. Это кадровый вопрос. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Семь населенных пунктов в этой стороне. Значит, шесть школьных маршрутов. Значит, начиная вот, особенно пострадали года 15-16, практически проезда в этой дороге не было. Там у нас есть, ну, любой уровень, где нам занимаются шестилеточки, которые в следующем году пойдут в школу. И дальше уже начинается с 1 по 16 уровень. Клинический военный доктор, эндокринолог, она маме сказала, что у вас остеопороз. А глядя на меня в 2011 году, сказала, у вас тоже. Российское правительство планирует выделить на разработку программ искусственного интеллекта больше 300 миллиардов рублей. В рамках цифровизации экономики в стране взят курс на поэтапную замену ручного труда автоматическим. Например, в МВД часть сотрудников заменят роботами. В каких еще сферах дешевле содержать машину, нежели человека? И стоит ли новосибирцам опасаться за свои рабочие места? Разбирался Дмитрий Белькевич. Робот Миша исполняет команду человека. Встроенная в него программа позволяет машине танцевать. Это не единственный навык. Он может пошутить, рассказать о погоде. Благодаря интернет-соединению в просторах глобальной паутины найти любую информацию. Стоит такой робот миллион 300 тысяч рублей. По словам руководителя компании-дилера, инвестиции быстро окупятся. Использовать машину можно в разных сферах. К примеру, на охране объектов. Средний охранник получает, пусть даже у нас по Новосибирску, 30 тысяч рублей. А если это бизнес-центр, то это, соответственно, выше, плюс примерно процентов 30 КПД. То два охранника это 80 тысяч, а плюс налоги это 100 тысяч уже, как минимум. В конечном итоге за год робот закрывается. Ресурс у него минимальный, это 7 лет. Конечно, машину нужно обслуживать, но это выгоднее, чем нанимать человека. Никаких больничных жалоб в трудовую инспекцию. Если робота использовать в качестве промоутера, то эффект будет большим. А можно и в быту, чтобы убирался. При этом технологии дошли до такого уровня, что любой желающий может приобрести всего за 2 миллиона рублей собственного терминатора. Речь идет уже о новом поколении роботов. От пермской компании. Кстати, в этом, по словам ее директора, мы обошли даже японцев. Мне показывали Шварценеггер. Ну, реалистичность довольно-таки серьезная. Даже голос меняем по-доброму. А потом у нас рядом лежал этот Эйнштейн. Вообще круто. Мне вообще понравился этот. Ну, вот как будто, знаете, действительно он и он. Ну, например, захотел кто-то Сталина, да. А у него вот, ну, у нас же много богатых людей. Ну, не то, что по России, а по миру много. Сталина пока нет, но сделать его нетрудно. Откроет в Новосибирске вскоре и специальный обучающий центр. В нем будут работать программисты и робототехники. Дилер уже обсуждает возможность сотрудничества с кружками и секциями города. К такому взаимодействию в регионе готовы. Сейчас мы уже получаем очень много заказов от предприятий довольно крупных в Новосибирске и Новосибирской области на автоматизацию каких-то простейших процессов. Но в то же время люди, уходя с этих простейших операций, могут действительно доучиться и стать операторами этих процессов. Поэтому, да, мы отвечаем требованиям рынка, но робот никогда не заменит человека. И искусственный интеллект тоже. Меж тем робототехника привлекает все больше молодежи. К примеру, за плечами шестиклассника городского лицея Артема солидный опыт участия в различных соревнованиях в этой сфере. Юношу в создании роботов привлекает уже давно. Я занимаюсь уже третий год робототехникой. Мне это очень нравится. Оно развивает мышление, умственные способности. Я думаю, что мне это пригодится в жизни, в будущем. Меж тем будущее уже наступило. Небо рассекают беспилотные летательные аппараты. В основном они используются в вооруженных силах. Однако ежегодно растет число беспилотников, задействованных в гражданской сфере. Например, в сельском хозяйстве. А вскоре роботы заменят человека и в органах МВД. К примеру, смогут снимать отпечатки пальцев. Использование таких машин может войти в концепцию цифровой полиции в России. Многим из нас знакома песня из детского приключенческого фильма «Приключения электроника» 1980 года. Уже тогда герой мечтал о том, что вместо человека будут скалывать роботы. Сейчас в России многие процессы на предприятиях уже автоматизированы. И в скором времени страна будет стоять на пороге технической революции. Говорят, грядет всеобщая роботизация процессов. Российское правительство готово выделять сотни миллиардов рублей на создание искусственного интеллекта. А представителям разных профессий предлагают переучиваться и получать новые компетенции. К счастью, внедрение роботов не коснется тех отраслей, где от людей требуются гибкие навыки. Поэтому никакой паники в этом случае быть не должно. Дмитрий Белькевич, Алексей Баженов. Новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Для бытового и промышленного использования. Фирменный магазин «Навиен», фабричная 8. Телефон 209-32-10. Продажа, сервис, запасные части. «Навиен», народная марка. Это новости ОТС. Мы продолжаем. В Барабинске после ремонта открыли участок автодороги. Барабинск, Зюзяк, Вашнино. Реконструкцию проводили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Построенная почти полвека назад дорога ни разу капитально не ремонтировалась. Каждый день здесь проходят десятки машин и автобусов. В разы увеличивается поток транспорта летом, когда к местам отдыха на озеро Чины едут жители не только нашего региона. Семь населенных пунктов в этой стороне. Шесть школьных маршрутов. Начиная, особенно пострадали года 15-16, практически проезда на этой дороге не было. Реконструировать автодорогу Барабинск, Зюзяк, Вашнино начали в 2017-м. Объект разбили на три пусковых комплекса. В этом году сдали почти 4 километра дороги. Строители не только подняли земполотно, уложили водопропускные трубы, укрепили обочины, сделали асфальтобетонное покрытие. Но решили главную проблему. Дорогу больше не будут разрушать пучины и кочки. Основная сложность была в заболоченной местности. Приходилось где-то производить замену грунта на многих участках пучинистого, болотистого грунта с заменой на глину из карьера с укаткой. За три года удалось реконструировать 11 километров дороги. Работы продолжат. Для того, чтобы сохранить социальный эффект достигнутый, губернаторам было принято решение в этом году о продлении реконструкции на участке протяженности 11 километров, для того, чтобы довести такое асфальтобетонное покрытие до села Зюзя. На карте региональной дорожной сети проблемных участков хватает. Один из них – дорога Барабинск-Сдвинск. В том состоянии, в котором она находится, она как раз безопасности не соответствует. Поэтому там и пассажирские маршруты, и школьные маршруты, она очень напряженная. И тоже надо сегодня на нее обратить особое внимание. В этом году в нашем регионе благодаря нацпроекту привели в порядок 200 километров автомобильных дорог. На эти цели направили больше 5 миллиардов рублей. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. В региональной столице провели обучающий семинар для производителей лекарственных препаратов, представителей аптечных сетей и лечебных учреждений. Так, к 2020 году все медицинские учреждения и аптеки обязаны внедрить систему отслеживания лекарственных препаратов с передачей данных в Федеральную государственную информационную систему. Это нужно для того, чтобы исключить из оборота фальсифицированные лекарства. Отечественные препараты будут маркировать на производстве, импортные, перед прохождением таможни. Как утверждают эксперты, к увеличению цен это не приведет, а вот штрафы за несоблюдение новых правил составят от 50 до 100 тысяч рублей. Обязательной маркировке подлежит вся продукция, произведенная или ввезенная в нашу страну с 1 января нового года. Если вы видите товар, выпущенный, допустим, после 1 января 2020 года, но при этом на нем отсутствует код маркировки, это уже повод задуматься, где этот товар был произведен, либо каким образом он был ввезен на территорию Российской Федерации. Что касается более детальной проверки, существует приложение честного знака, которое определяет маркировку, просчитывает QR-код и дает информацию, на каком юридическом лице числится данный GTIN, и, собственно говоря, где было произведено, либо когда была ввезена данная продукция на территорию Российской Федерации. В Новосибирске в школе для пациентов сегодня рассказывали о тихой эпидемии, так врачи называют остеопороз. Соболевание развивается незаметно, до последнего могут отсутствовать симптомы, но кости скелета теряют гибкость, становятся хрупкими и подверженным переломам. Моя коллега Наталья Цопина узнала все о профилактике заболевания и о том, как жить, если диагноз уже поставлен. Здоровье оставила на археологических раскопках, говорит Наталья Серова. Но заболевания не мешают женщине вести активный образ жизни. Главное — сохранять оптимизм, не жалеть себя и не ныть, уверена она. Об остеопорозе узнала 8 лет назад, когда диагноз поставили ее маме. Поликлинический военный доктор, эндокринолог, она маме сказала, что у вас остеопороз. А глядя на меня в 2011 году, сказала, что у вас тоже. Я еще развернулась и спросила у нее, это при моей осанке, какой у меня может быть остеопороз. Последующие обследования в Центре профилактики остеопороза показали, заболевание прогрессирует. Совместно со специалистами удалось добиться хороших результатов. Вот достаточно грустная статистика, что происходит с человеком после перелома шейки бедра. Высокий риск того, что будет инвалидизация, и детальные исходы в течение 6-12 месяцев, они очень-очень большие. Сегодня проходит школа для пациентов. Шесть докладов о симптомах, осложнениях и профилактике. Половина слушателей уже наблюдается в Центре остеопороза. Остальные хотят узнать подробнее о проблеме. Не только меньше кальция становится в этой кости, но и самое главное, что меняется микроархитектоника этой кости. То есть уменьшается количество балок, уменьшается их толщина, они могут прерываться. В результате кость становится хрупкой, она не выдерживает тех нагрузок, которые должна выдерживать. И либо под собственным весом может ломаться, либо от минимальной травмы. Определить плотность костной ткани помогает денситометр. Далее необходимо следовать рекомендациям врача. Есть препараты, которые позволяют уменьшить разрушение костей и задействовать внутренние резервы организма. Не так давно мы открыли у нас достаточно серьезную структуру. Это служба повторной профилактики перелома. Могу похвастаться, мы получили серебряную медаль. Это оценка Международной ассоциации остеопорозом. Данную награду у нас в стране имеют только две клиники. Это наша и одна клиника в Москве. Золотую медаль, к сожалению, получить никому у нас не удалось в стране. Сотрудники центра не только принимают на базе клиники НИИТО, но и выезжают в районы области. Врачам ЦРБ дают рекомендации, пациентам читают лекции и проводят обследование на мобильном денситометре. Так что шансы в следующий раз получить уже золотую медаль вполне реальны. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Самая масштабная в стране выставка шапок теперь и в Новосибирске. Производят головные уборы в России. Цены и ассортимент приятно удивляют. Подробности в сюжете моих коллег. Название выставки говорящий. Ассортимент настолько широкий, что без обновки не уйти. Модели от классических до ярких и экстравагантных. С модными принтами и вышивкой ручной работы. Здесь представлены шапки из эко-меха и натурального. Лисы, норки, кролика, енота, нерпа, мутона и так далее. Большой выбор среди изделий для мужчин. Кепки, формовые шапки полностью из меха и комбинированные с кожей замшей. Весь товар новосибирского производства фабрики «Мартен». Все модели из отборных мехов, приобретенных на аукционе. Наша фабрика сама производит и сама продает. При этом соблюдается вся технологическая цепочка производства. От выделки и окраски до разработки дизайна и пошива шапки. Именно поэтому у нас высокое качество, оригинальный дизайн и приятные цены. Например, цены на билеты из мутона здесь начинаются с 1900 рублей. Из норки с 4900. Татьяна Гончаре купила шапку из овчины. Говорит, давно хотела, но не могла найти ничего подходящего. Здесь нашла. Хороший товар, много, выбор большой. Выбор действительно на любой карман и вкус. Потому что я не одну померила, прежде чем эту выбрала. Подыскать симпатичную модель на выставке «Тысяча шапок» можно и для ребенка, и для подростка. В зале также представлены шапки, вязанные из меха и платки с меховой отделкой. Выставка работает до 27 октября включительно с 10 утра до 7 вечера. По адресу Красный проспект, 167, второй этаж. Такой была информационная картина дня. 24 октября в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Здравствуйте. Прогноз на 25 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске ожидается снегопад. Ветер юго-западный 4,9 м в секунду. Влажность 85%. Температура ночью минус 2,0. Днем плюс 1,3. В последующие двое суток ожидается небольшой снег. Температура воздуха в субботу от минус 1 до плюс 1. В воскресенье плюс 3,5. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Хорошего дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok